Недеская распаковка Обычно этот масштаб у Вэлли вроде не прикручен. Сразу видно, что эта машина создана для гонок. Вы только посмотрите на это огромное антикрыло. Это уже самолет какой-то. В салоне даже установлен каркас безопасности. Колеса тут без моторчиков. Сюда можно посадить какую-нибудь маленькую игрушку. Друзья, вы бы в какой цвет машину покрасили? Как вам, например, зеленый? Вторая машинка тоже Порш, но уже 918-й Спайдер. Это гибридный гиперкар с 8 сотнями лошадей под капотом. Монокок автомобиля полностью состоит из углепластика. Кто не в курсе, монокок означает единая скорлупа. В таких автомобилях внешняя оболочка принимает на себя все нагрузки. Тачка, конечно, вообще пушка. Она за 7 секунд может разгоняться до 200 км в час. Ого! Тут даже зеленую строчку в салон добавили. Первый раз такое вижу в моделях. Вообще, есть ощущение, что Толика для этого масштаба нужно делать поменьше. Перейдем к желтому цвету. Ламборджини Кунташ. Ламбы всегда круто выглядят. Друзья, в этом видео будет конкурс. Я разыграю 3 модели. Но чтобы розыгрыш начался, нам нужно собрать 5000 лайков. Поэтому прямо сейчас жмякните на сердечко, условия конкурса будут чуть позже. В этой машинке, как и в большинстве из этого масштаба, установлен моторчик. Откроем Chevrolet Corvette Z06. Двухместный заднеприводный спорткар. Смотрится очень стильно. Это один из первых массовых американских спортивных автомобилей. Первое поколение выпускали еще в 50-х годах прошлого века. А это, если я не ошибаюсь, седьмое поколение, предпоследнее. Subaru BRZ. Компактная, но заряженная купешечка. Прикол, что эта модель продается по тремя разными брендами. Toyota 86, Subaru BRZ из Cion FR-S. Это совершенно одинаковые машины, отличающиеся только шилдиками. Mercedes AMG Gran Turismo. Красный цвет для спорткаров, это, конечно, самое то. Говорят, что красные авто даже едут на 10% быстрее. Mercedes, это, конечно, мечта многих. Его даже и рекламировать не надо. Легендарный Ford Mustang шестого поколения. В США этот автомобиль относится к классу Pony Car. Это тачки со спортивным дизайном, но имеющие в базовой комплектации не очень мощный двигатель. Но есть мустанги, конечно, и с семью сотнями лошадок. Погодите, а почему этот Pony Car не едет? Давайте посмотрим, что у него внутри. Толик что-то приуныл. Разбирается все довольно просто. Я, правда, не знаю, как ремонтировать моторчики. Он и так вроде неплохо работает. Кстати, раз уж я все разобрал, давайте и салон заодно перекрасим. В спортивном авто должны быть красные сиденья. Красить я буду специальной акриловой краской. Обычно у нас такие видео на канале тяп-ляп выходят. Но думаю, в этот раз я быстро справлюсь. Если вам эта тема понравится, можно будет отдельное видео с прокачкой моделей сделать. Вот так выглядит верхняя часть. Отсюда мне нужно достать приборную панель. Все красить не буду, только некоторые элементы. В двери тоже сделаем красную вставочку. Ну и подлокотник покрасим. Акрил высох и можно собирать. Прикольно. Как думаете, она поедет после того, как я ее соберу? Смотрится, по-моему, классно. Намного круче, чем обычный черный салон. Как вы считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Вроде работает. Дальше идут черные машинки. Ауди Р8 первого поколения с 5-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 525 лошадиных сил. Можно на него любоваться через специальное окошко в багажнике. Черный Ягуар F-Type. Ягуар это самый быстрый зверь. После гепарда. Ягуар может разгоняться до 100 километров в час. А вот F-Type может и по 300 мчаться. Как раз у него такой интересный. Настоящий металлик. Раритетный понтьяк Firebird, что переводится как жар-птица. Он относится к классу маслкаров, мускулистых автомобилей. Это недорогие автомобили с повышенной мощностью. Выглядит красиво. Что скажете. А вот какой салон у машины 50-летней давности. Еще один 911 Порш. Но этот турбированный зверь был выпущен в 1975 году. Заметно, что он старенький. Даже правого зеркала нет. Раньше водителей не интересовало, что у них происходит с правой стороны. Но машина все равно выглядит очень круто и спортивно. Подождите, а как эту дверь открыть? Даже специальным инструментом не подцепить. Только если изнутри. Вот это прикол. Поршей много не бывает. Это у нас Boxster S. Для тех, кто любит прокатиться с ветерком. У нас в городе без крыши, конечно, не поездишь. Сразу слоем пыли покроешься. Смотрится, конечно, очень эффектно. Да и крышу всегда можно выдвинуть. Audi e-tron. Довольно современный электрокар, оснащенный двумя синхронизированными электромоторами. Совокупная мощность мотора в 590 лошадиных сил. Разгон до сотни за 3,5 секунды. Так, подождите, а это что, еще один 911 GT3? Выходит, что это повтор. Только цвет другой. А еще в ней не установлен каркас безопасности. Так что отличия имеются. Пишите, если еще что-то заметили. Да, в ней еще и моторчик встроен. Зелененькая Lamborghini Murcielago. Друзья, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, напишите, какие три машины из этого видео вам понравились больше всего. Когда видео наберет 5000 лайков, я выберу один случайный комментарий и отправлю счастливчику три модельки совершенно бесплатно. За конкурсами следите в нашем телеграм-канале. Мы там все время что-нибудь разыгрываем. А если не хотите ждать розыгрыш, можете найти модели Вэлли на маркетплейсах. Ну и последняя модель на сегодня – Kia Premium Performance. Я, правда, не понял, почему она так называется. На самом деле это же Kia Stinger. Думаю, надо будет как-нибудь сделать подборку обычных городских машин. Не все же лакшери спорткары распаковывать. По традиции, благодарю вас, что посмотрели это видео и не пожалели лайк. А кто хочет нас поддержать и стать легендой канала, у нас есть Бусти. Ссылочки под видео. А на сегодня все. Всем классных сюрпризов и веселых распаковок. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok